вид с высоты это очень красиво неприятности на одно место не знаю даже милиция может приехать но мне еще ни разу не принимали ну это мой вид жизни сказать любители погулять по крышам многоэтажек руфера и зацепера снимают свои приключения на видео и выкладывают его в интернет их youtube каналы набирают сотни тысяч и даже миллионы подписчиков многие пытаются повторить увиденное меня зовут стас агапов мне 21 год я столичный видеоблогер стас подросткового возраста занимался паркуром и акробатикой со временем перешел к руфингу для него это не просто хобби но и заработок у его youtube канала сейчас 100 тысяч подписчиков живу я кайфу я получаю от этого удовольствия зарабатывать им на жизни в принципе меня все устраивает я доволен своей жизнью мы со стасом очень наглые если нас поймают что маловероятно но возможно нам такой дадут на самом деле любого влечения можно сделать максимально безопасным все что я делаю на 99 процента зависит от меня а я себе доверяю ощущение или хайп больше ощущения но я пришел сюда как бы начинал заниматься для себя когда увидел что людям это нравится и что показать я начал это уже показывать и в социальных сетях может ли погоня за лайками и популярностью в социальных сетях подтолкнуть подростка на риск для жизни мы спросили у психолога мир и родители оказывают очень сильное давление вынуждает человека быть успешным 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 чего-то постоянно добиваться и зачастую давая ему совсем мало положительного подкрепления и одобрения если он не получает его дома он получит его в другом месте например в соцсетях человеком движет соперничество он всегда хочет быть лучше чему-то там стремится молодые парни они не соснут всех рисков и могут себя травмировать поэтому как бы пока человек еще грубо говоря не дошел умом ко всему то в принципе но ему лучше не стоит таким заниматься потому что здесь ошибки стоит жизни чисто вот покататься на метро это такой маленький такой небольшой пунктик был просто посмотреть как это преодолеть какой-то страх свой внутренний и принципе доказать себе что ты можешь в 14 году у нас был случай когда двое парней захотели прокатиться на вагоне одного из них просто размазала по тоннелю второй сбежал если вы хотите доехать до кладбище вы можете ехать между вагонами на вагонах в любых позах в конце мая в киевском метро погиб парень при попытке прокатиться на крыше вагона он сорвался и упал на рельсы на глазах у пассажиров не прошло и месяца как случай повторился молодой человек ехавший верхом на вагоне на полном ходу врезался в автомост запретить подобный экстрим вряд ли удастся это хобби и так часто находятся на грани закона однако это не останавливает молодежь запретный плод сладок и чем больше это запрещает тем больше что будет хотеться и это эмоции адреналин адреналин это в принципе наркотики вот когда ты занимаешься руфингом то он у тебя вырабатывается и тебе хочется еще еще и еще